ПОЛИГОН Не так давно в страницах истории мы рассказывали о компактном легком вертолетике, созданном фирмой Хьюз в начале 60-х годов. Почти полвека он стоит на вооружении и пока не собирается уходить на покой. А как он проявляет себя в игре? Давайте поглядим! Перед нами израильский МД-500 «Тоу Лохотут». Вертолет построен по классической схеме с несущим и хвостовым винтами. В движение машину приводит турбовальный двигатель. Топливо для него хранится в трех протектированных баках. Доступное вооружение — до 14 наров или до четырех управляемых ракет. Как и все прочие вертолеты, МД-500 может применяться одним из двух способов. Первый предполагает использование неуправляемого вооружения в самом начале боя. Но, к сожалению, от 14 наров многого ожидать не стоит. При большой удаче можно поразить одну-две машины противника и уйти невредимым. А повторная атака после перезарядки наверняка будет встречена огнем зениток. Поэтому более эффективен второй способ — накопить дополнительные очки возрождения на танке и взять четыре управляемые ракеты. Лучшие ПТУРы в арсенале вертолета — ТОУ-2. От предыдущей модели они отличаются большей скоростью полета и бронепробитием до 800 мм. А вот максимальная дальность осталась прежней — 3750 метров. Именно эта характеристика задаёт тактику применения МД-500, которую можно уложить в два слова — дистанция и манёвр. Чтобы доставать ракетами до вражеских танков, держимся примерно в трёх километрах от поля боя. Ближе подлетать не следует — с каждой сотней метров наземной техники будет всё проще добиться попадания в вертолёт. Движемся, прижимаясь к земле, по возможности скрываемся за складками местности, лесом или постройками. Затем выходим из-за укрытия, пускаем в тур и, пока он летит, покачиваемся из стороны в сторону, чтобы затруднить противнику прицеливание. По завершению полёта ракеты немедленно ныряем в укрытие. Здесь оказываются очень кстати крохотные размеры вертолёта и его отличная манёвренность. Поразить такую цель с трёх километров — задача не из простых. Но эта минималистичность машины определяет и её слабые стороны. Во-первых, бойкомплект объёмом всего в четыре ракеты вынуждает часто летать на перезарядку. Во-вторых, отсутствие артиллерийского вооружения делает вертолёт уязвимым перед авиацией. Единственный способ отбиться — попасть по самолёту противника управляемой ракетой, а это удаётся далеко не всегда. И в-третьих, дефицит живучести. Отсутствие бронирования и единственный двигатель делают MD-500 чрезвычайно уязвимым. Каждое попадание под обстрел почти гарантирует отправку в ангар. Поэтому ему любой ценой стоит оставаться в тени. В сороковых годах на палубах американских авианосцев появился Hell Diver, способный выполнять функции как пикировщика, так и торпедоносца. И после этого началось. Пошёл очередной виток настоящей конструкторской вакханалии. Конкурирующие между собой фирмы стремились создать машину подобного типа, но уже следующего поколения. Логика разработчиков тогда была простой. Если у Hell Diver 14-цилиндровый радиальный авиамотор, значит машина следующего поколения должна иметь уже 18-цилиндровый. И пока Дуглас, Кёртис и Кайзер Флитвинг именно такие машины и проектировали, в конструкторском бюро компании Глена Мартина, похоже, решили прыгнуть сразу через поколение. Перейти сразу к ещё более мощному 28-цилиндровому мотору, архитектура которого тогда, в 43-м году, казалась очень перспективной. Тем более, что уже в 44-м флот принял дестройер от Дуглас без особого восторга, а ведь самолёт блистал множеством новшеств и удачных решений. Война подходила к концу. Долгожданный мир грозил сокращением заказов, и конструкторская гонка стала особенно ожесточённой. Кёртис и Кайзер Флитвинг не выдержали и сошли с дистанции. Маститы Эд Хейнеман и его люди из Дуглас выкатывали из сборочного цеха будущий Скайрайдер. Но «Маулер», ударная машина от Мартина, затмевала всех. Огромный бронированный монстр со сверхмощным мотором в 3000 лошадей и максимальным взлётным весом почти в 12 тонн. Способный нести до 4,5 тонн вооружения со скоростью свыше 480 км в час. На расстоянии до 2500 км. Такими возможностями в 1945 году мог похвастаться далеко не каждый тактический двухмоторный бомбардировщик. А тут – палубный самолёт, да ещё и пикировщик. Скайрайдер проигрывал «Маулеру» буквально во всём. Лётчики садились за штурвал этого шедевра, этого безумного крылатого зверя, и влюблялись в него с первого взлёта. Да, его непросто было посадить на палубу. Но кого это пугало после «Хеллдайвера»? Да, на больших скоростях в пикировании машину трясло. И что? Она же не разваливалась, а напротив, заботливо предупреждала, что пора умерить пыл. Да, цилиндры задних рядов могучего 28-цилиндрового мотора раскалялись чуть ли не до красна. Не беда. Сгорят, можно будет поставить новый мотор и снова летать. Проблемы пришли с неожиданной стороны. «Маулер» был рождён для сражений. Для глобальной Второй мировой войны, когда сражающиеся стороны, как говорится, пятаков не считали, и главными критериями были «быстрее, выше, сильнее». Но война закончилась, и в условиях уже мирной службы остров стал вопрос эксплуатационной стоимости. Выяснилось, что час полёта «Маулера» неоправданно дорог. Техобслуживание и ремонт оказались настолько сложными, что лётчики самолёт боготворили, а механики проклинали. И что особенно важно, решать все эти проблемы было уже фактически некому. Стареющий Гленн Мартин терял хватку. Его компания постепенно упускала ценных сотрудников, погружаясь в кризис идей и производства. И тогда в штабе ВМФ Соединённых Штатов подсчитали, что принятый на скамью запасных «Дуглас Скайрайдер» более практичен. Его 18-цилиндровый мотор надёжнее, долговечнее и уже хорошо изучен механиками. Мало того, соединения «Скайрайдеров» за те же деньги и время суммарно доставляли к цели даже больший тоннаж бомбовой нагрузки. Просто нужно было побольше самолётов. Пусть и менее скоростных, но зато простых и понятных. Судьба «Маулера» оказалась скромной. Лучший из лучших был воплощён всего в 150 с небольшим экземплярах. Но и тем не удалось проявить себя в реальных боях. Перевод в разряд самолётов берегового базирования вычеркнул их из списка участников войны в Корее. Пилоты «Маулеров» пересели на «Скайрайдеры». Но даже хорошо понимая разумность и целесообразность замены, они не скрывали огорчения от расставания с любимыми монстрами. Сегодня триатлон будет по-настоящему массовым. Впервые в состязаниях примут участие машины всех десяти наций. Встречайте, ранние радарные зенитки! Американский М163 и его израильский собрат «Ховет», немецкий «Гепард» и японский «Тайп-87», советский «Енисей» и китайский «Пиджи З-09», южноафриканский «ЗА-35» и французский «АМХ-30» «ДСЕЙ», а также итальянский «Седам-25» и шведский «ВИК-40». В первом испытании традиционно проверим подвижность участников. Все готовы? Начали! С первых же секунд вперёд вырывается единственный колёсный участник. За ним плотной группой движется ещё шесть зениток, а итальянская, израильская и американская машины начинают отставать. К концу первого участка за серебро сражаются только японец и немец, а на песчаных барханах к ним вплотную приближается француз. Енисей совсем потерял темп и остался на седьмой позиции. На заснеженном участке проблемы начинаются у колёсного лидера гонки, и он стремительно теряет позиции. В русле реки замедляются все, первая «семёрка» вновь едет плотной группой, лидирует на этот раз француз. Наконец — финишная прямая. Все участники развернули башни и стреляют назад для дополнительного ускорения. Француз решил похвастаться реверсивной трансмиссией и едет задним ходом, но ему это не слишком помогает. Южноафриканский колёсник набрал скорость и врывается на первое место, побеждая в гонке. АМХ — второй, «Китаец» — третий, дальше «Гепард» и «Енисей», а за ними — остальные участники. Во втором испытании проверим возможности «Зениток» в борьбе с танками. Несмотря на то, что это не главная их задача, необходимость в таком противостоянии возникает нередко. Для обстрела возьмём бортовую проекцию М60 на дистанции 200 метров. Первыми выступают М163 и «Хоббит». Пробитие их 20-мм вулканов едва хватает на нижнюю часть корпуса. Быстро поразить цель удаётся только за счёт очень высокой скорострельности. Далее очередь южноафриканской «Зенитки». Её бронебойные снаряды уже увереннее поражают мишень, хоть скорострельность и на порядок ниже. «Седам» заряжает подкалиберные снаряды и мгновенно распиливает борт М60. Правда, на это ушла вся бронебойная лента. Похожий результат показывают немецкие, японские и китайские участники. Их 35-мм подкалиберы обладают самым высоким пробитием и легко справляются даже с бортом башни. Но доступны только четыре десятка выстрелов. Куда эффектнее выступают «Енисей», «ВИК» и «АМХ». Их бронебойные снаряды пробивают почти любой участок бортовой проекции, а количество выстрелов ограничивается лишь полным боекомплектом машин. И, наконец, самое важное для «Зенитки» испытание — борьба с авиацией. Мишенями выступят, во-первых, «Хьюи», зависший на дистанции 3 километра, и, во-вторых, «Ил-28», летающий вокруг участников на дистанции в полтора километра. Задача — обнаружить и как можно быстрее уничтожить цели. Итальянские, израильские и американские участники не оборудованы РЛС поиска, поэтому их наводчикам приходится самостоятельно прочёсывать небо. Высокая скорострельность позволяет мгновенно расправиться с бомбардировщиком, а вот с вертолётом проблема — для такой дистанции калибр мелковат. У «Зениток» с 30, 35 и 37-мм пушками скорострельность меньше, но зато лучше дальнобойность. Кроме того, все они оборудованы поисковыми радарами, так что с обнаружением и поражением мишеней проблем не возникло. А быстрее всех справился шведский участник благодаря 40-мм фугасам с радиовзрывателями. Такой боеприпас даже не требует прямого попадания. Приступим к награждению. Третье место делят между собой немецкий «Гепард» и советский «Енисей». Обе машины обладают сбалансированными характеристиками, но не более того. Серебро забирает шведский ВИК-40. Для решения исключительно зенитных задач это лучший выбор, но для победы ему всё же немного не хватило прочих достоинств. А золото мы с радостью вручаем французскому АМХ-30 DCA. Это универсальная машина, прекрасно подходящая и для охоты на вражескую авиацию, и для поддержки танков в наземных сражениях. Экипажи отмечают самый массовый триатлон в истории полигона праздничным салютом. Полюбуемся на него немного и перейдём к ответам на вопросы из комментариев. И первый вопрос на сегодня прислал зума-88. А какая карта в принципе самая большая по площади в километрах с учётом режима противостояния? Привет! Сейчас самые большие карты в игре имеют размер 128 на 128 километров. К ним относятся Афганистан, Смоленск, Вьетнам, Испания и Голландские высоты. Интересуется СЛИ Саша. В каком выпуске полигона вы рассказывали, где Яковлев смог изучить британский харьер? Привет, Саша! Это были страницы истории 239-го выпуска. Кстати, если кто-то его пропустил, советуем заглянуть. Очень получился интересный эпизод. Пишет Chevrolet Corvette. А где СССР в триатлоне? Привет! В триатлонах мы стараемся подбирать близкую по боевому рейтингу технику, чтобы получить максимально напряжённое соревнование. Кроме того, в большинстве случаев предпочтение мы отдаём линейным машинам, которые доступны каждому игроку. Поэтому лишь иногда, как вот, например, сегодня, удаётся собрать представителей всех десяти наций, включая СССР. И последний комментарий на сегодня нам прислал Александр Джулай. Про законцовки действительно интересно было послушать. Давайте побольше ответов именно на такие технические вопросы. Привет, Александр! Мы и сами радуемся, когда игра вызывает у аудитории интерес к техническим нюансам, особо важным темам, например, связанным с игровыми механиками, мы посвящаем целые рубрики, а иногда и вообще отдельные выпуски, чтобы осветить все тонкости. Но и в комментариях порой попадаются очень серьёзные вопросы, которые вызывают у наших экспертов желание читать многочасовые лекции. Вот выжимка из них как раз и попадает в ответ. А чтобы таких ответов было больше, просто не стесняйтесь и спрашивайте. Мы будем ждать. На этом всё. С вами был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент. Программа, которая выходит на нашем канале каждое воскресенье ровно в 19.00 по московскому времени. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях и увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова